Неизвестные факты о создании первой АПЛ представили на сайте Севмаша. 18 декабря 2018 года российская газета «Неизвестные факты о создании первой АПЛ представили на сайте Севмаша». АПЛ «Ленинский комсомол». Источник изображения, пресс-служба Севмаша как удалось всего за три года построить первую в СССР атомную подлодку. Где и зачем создавали ее деревянный макет в натуральную величину. Что написал в бортовом журнале академик Александров, когда на К3 запустили реактор. Малоизвестные факты, признание из первых уст, документы и рассекреченная кинохроника о рождении атомного подводного флота России представлены на новом мультимедийном сайте Севмаша. Он запущен сегодня, 17 декабря, в память о знаменательном событии в истории верфи, где была построена первая в нашей стране подводная лодка с ядерной энергодвигательной установкой. Именно в этот день, 17 декабря 1958 года, на заводе номер 402 Министерства судостроительной промышленности СССР в городе Северодвинске, а до 1957 Молотовске, был подписан акт приемки первой АПЛ в состав ВМФ. Лодка получила секретный тактический номер К3, а в 1962-м стала именоваться уже открыто АПЛ «Ленинский комсомол». Как рассказала ОК руководитель пресс-службы Севмаша Екатерина Пеликина, новый мультимедийный ресурс адресован тем, кто связан с кораблестроением, служил или служит на флоте, а также всем, кому интересна история нашей страны и ее достижения в области науки и техники. На сайте под названием «Севмаш Родина первого атомохода» собраны воедино ключевые события и малоизвестные факты о строительстве и службе первенца атомного подводного флота. Опубликованы рассекреченные снимки из заводского архива и редкие любительские кадры, сделанные членами первого экипажа К3 в море и в перерывах между боевыми службами. Такие фото переданы Военно-морским музеем Северного флота, рассказала Екатерина Пеликина. Кроме того, работники «Севмаша» впервые выполнили 3D-графику первого атомного корабля по открытым чертежам. Для сайта подобраны материалы о первенце атомного флота из журналов, газет, телевизионных программ разных лет. Есть раздел, посвященный АПЛ в искусстве. Добавим от себя, проект действительно интересный, для кого-то, возможно, необычный, но главное, познавательный и современный. В нем представлены уникальные кадры рассекреченной кинохроники с голосами участников событий исторической важности. А в тематическом в разделе «Лента времени» систематизированы все атомные подводные лодки, которые построены на Севмаше и переданы в МФ за 60 лет. А таких, вместе в первенце МК-3 «Ленинский комсомол», набралось уже 132, включая подводные лодки четвертого поколения Дмитрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах и головную АПЛ проекта «Ясень». Вы просто наводите курсор своего компьютера на силуэт АПЛ и двигаете в нужном направлении и на экране отображается выверенная информация о том, какие корабли в этот период строил завод, основные характеристики АПЛ и чем интересен тот или иной проект. Мы гордимся своей историей, нашими дедами, которые, работая днем и ночью, за немыслимо короткий срок построили первый подводный корабль, движимый атомной энергией, признается во вступительном слове к сайту генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Сегодня, заметим, это единственная верфь в России, где продолжают строить атомные подводные лодки, обеспечивая тем самым интересы ВМФ и национальной безопасности. Прочитано в проекте первый пар на атомной подводной лодке пустили у причала завода. На этом событии присутствовал научный руководитель атомохода Анатолий Александров-Р, А. Нуфриф, специалист четвертого отдела Севмаша, участник строительства первой АПЛ. Первоначально основной задачей экспериментальной АПЛ являлось нанесение удара по прибрежным районам вероятного противника. Для этого на АПЛ намечалась установка одной большой торпеды, несущей заряд огромной мощности. Бэк, разлетов, конструктор с МПМ Малахит. В процессе строительства первой атомной подводной лодки были предприняты беспрецедентные меры секретности. Первый и единственный раз все рабочие чертежи корпуса имели гриф «секретно». Технологические операции, относящиеся к корпусу корабля, шифровались Л. Г. Шмигельский, инженер кораблестроитель Севмаша, участник строительства первой АПЛ, в ходе строительства атомохода были использованы самые передовые технологии. Мы понимали, что должны были смотреть вперед, в будущее, чтобы к концу строительства атомная подлодка оставалась самой современной. АПЛ «Ленинский комсомол» прослужила флоту 30 лет на 5 лет больше, чем конструкторы планировали изначально. Р. Оршмаков, начальник сектора СМПМ Малахит. Первая атомная лодка, первый в стране атомный проект — это нечто невероятное, созданное Советским Союзом сразу после войны. Мы обязаны восстановить этот корабль и сделать из него музей. Аф Бурцев, командир АПЛ «Ленинский комсомол». Александр Емельяненков, 17 декабря 2018 года Право на данный материал принадлежат российская газета Материал размещен правообладателем в открытом доступе.